В 27-й Гомельской школе в Учневу готовы принять акционе по шпортготовности тут отремали еще 8-го жнивня, причем за летний период поспели реализовать уседы садково-масштабные планы, уключающие капитальный рамот первого поверха за реконструкцию спальни для первоклассников. А в прошлый раз работы тут проводили к лет 20-ти годов тому, за этот час и мебель состарела, и санитарные потребования изменились. А прича того, с этого научного года харчевание школьников будет организовано у посудности новой столовой, у администрации установы, я ей называют школьной фишкой, и с гонором додают, что все запланованные работы выполнены господальшим способом, с допомогой шефов, батьков и властных работников, при этом вздоли для быстись без бюджетных сродков. Скрывать не буду, конечно. Спонсорская помощь – это сложно, и мы прекрасно понимаем, что многие предприятия сами находятся в непростой экономической ситуации, но мы умеем дружить. Вы знаете, на этом мы, наверное, и школа мира. Мы дружим не только с россиянами школами-побратимами, но и с многими предприятиями, которые окружают нашу школу. У ВЕЦ летний отпочинок сегодня прошел под девизом «Здорово, голодо, життя». Негде, дичи на каникулы, у пешей школы не споняла работу «Сешка здоровья». Этот проект тут реализовали на початку червеня, и теперь каждый жадающий может поспробовать свои силы в альпинизме. А прочатого на протягу летних каникул в школе проводили акцию по сбору речев для пешеклассников. На первые дни нового научального года у первой ветковской средней школы провели акцию по сбору речев для пешеклассников. Каждый жадающий, наставник, наученец мог классировать в такий контейнер усе, что необходимо починающему учню. У этом списке даже 23 предметы. А прочатый непосредственно портфель – это разные оловки, альбомы для малювания, математичные наборы и шитки у буйную и узкую косую линейки. Для ветковской средней школы номер один гэтый год особливы. 3 листопада установа будет светковать 150 годы. Такие юбилей, кажуть, необходно значить масштабно. У планах целый комплекс мероприемств от подрыхтовки классов до надания школьному музею статуса народного. Необходные документы в установе рыхтовали на протягу сяго лета. Что отличится самого музея, то тут сварили проект ящерной экспозиции, линкерованной на пропаганду здорового голода життя. Ее центральным экспонатом станет Кубок по футболе, який ветковская команда выиграла на областных споборницах в 1955 году. Пропагандой, формированием традиций спортивных, безусловно, это важнейшая составная часть той работы, которую ведет музей, призван вести музей и школа в целом. Здоровый образ жизни. До нового научального года на Гомичине капитально драматовали две школы у Житковичек и Весых Столбун Витковского района. У остальных установок запланованные работы уже выполнены, те наблюдаются до завершения. Их объемы были разными, а для задачи один для всех – творить для школьников беспечные умовы. Одним из основных вопросов являлось, конечно, проведение капитальных текущих ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования, в учреждениях общего и среднего образования. Все планы, намеченные, выполнили к 1 сентября. Все школы 100% готовы принять своих учеников в классах. Линейка пройдет 1 сентября. Олег Синтеров, Ержин Макеенко, Телерадо, компания «Гомель».